Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Плей, мы продолжаем Игру Престолов, второй эпизод, поехали! Так, это мы опять вернулись в Юнкай, судя по всему. Товарищ Форестер и его наёмная подружка Бреш, или как её там зовут? А, мы скрываемся от охранников, точно у нас же дерзкий побег происходит. Мы убили главаря этих наёмников. Ты чё? А, типа идти надо. О, чё у тебя с ногой-то? Это не твоя, я уж испугался. Тя, тебя сейчас слышь, ну-ка помалкивай. О, опа, спокойно. Они идут главным воротом. Я знаю другой путь. Ты пойдёшь с нами? Если мы действительно хотим спасти наш дом, трёх человек будет недостаточно. Нам нужна армия. Так вот, настоящая причина твоего приезда. Чтобы найти армию, да? Нам нужна армия наёмников. И тот, кто её повезёт. Я смогу повезти армию. Знаю. Я всегда это знал. Жаль, твой отец этого не видел. Рано спорить, кто введёт армию, пока мы её ещё не нашли. А все ближайшие войска уже заняты. Наняты. А что насчёт Крофта? Одноглазый Крофт? То, что с младшими сыновьями? Сыновья сейчас с девчонкой Таргарином. Но за Крофтом остался один должок. Честно говоря, я думаю, что он тебя ненавидит. Да не. Он нам поможет. Я об этом позабочусь. И как ты собираешься это провернуть? Я буду очаровашкой. Ну ладно. Кровавая такая очаровашка. Прикольно же. Что-то тут, короче, намечается, по-моему, чуть-чуть позакрывать. Учитывая, что Матерь Дракона вместе с наёмниками отправилась на север, мы сможем перехватить их в Мейрине. В Мейрине. Погоди, Мейрин? Чёрт. О, чёрт. У меня осталось там пара незаконченных дел, о которых я не хочу говорить. Мы не можем на них отвлекаться. Это не твоё дело. Что за дела? Это те дела, о которых я предпочла бы не распространяться. Опа! Всё, короче, драка сейчас будет. Я готов. Опа. Ха! Слепый мудак. Найти их. Нельзя позвольте им сбежать, Зинкая. А где они? Нихера себе. Мастера инвиза. Надо, короче, трёх повалить, одеться в их одежду и свалить. Ай, сука, вот только посмотри сюда. Я готов. Я готов нажать на кнопку. На любую. Не надо. Убить солдата. Так, отлично, одна форма есть. Надо ещё две. Идём. Ты быстр. Это у тебя не отнять, но слишком опровечив. Если мне предоставится возможность, я убью Рамзи снова и повешу его голову на кол. Вы двое сможете поговорить позже. А сейчас нам нужно сматываться. Они ищут нас. Эшер, прогулка до Миреяна займёт у ему времени. Надеюсь, ты готов, Эшер. Это будет непросто. Нам нужно собрать армию. Я готов. Либо мы пересечём узкое море с Эрвией, либо дом Форестеров не протянет до зимы. Да, а по-другому-то никак. Либо так, либо всё. Хотя у нас там ещё свадьба намечается. Короче говоря, Мире Форестер, покой, Мире Королевская, гавань. Сейчас этот придёт. Послушка. Точно бежит, слышу. Мелкий, мелкий парень тот, который помогает нам. Чё за херня? Подумала Мире Форестер, увидев свою открытую дверь. Ну-ка, пойдём разберёмся. А там по-любому это пацанёнок. Или эти упыри, которые пытались железостволы втюхать. Пришли её убить, короче. Тихо, аккуратно, Мира, Мира, спокойно, спокойно. Там письмецо лежит, письмецо в конверте. Пошли заглянуть. Ну, нам, чтобы в глаз ничего не вставили. Письмецо. И всё? Окей. Тогда надо действовать быстро. Быстро, прям вот так вот. Ааа, сука, кто здесь? Мира. В ящик, в ящик, посмотри, может быть, там какой-нибудь маленький убийца. Крошечный ассасин. Нихера не хочет загнуть в ящик. Вот, дура-то. Хочет. Всё на месте. Значит, это была не кража. Посмотреть на стол. Письма от моей семьи. Зачем они кому-то понадобились? ДССРС, сучка, что-то мутит, наверное. Рукотворный, что там было? Чудеса написаны. Они рылись в моих книгах? Ну, суть по всему. Они тащили за собой вазу? Или чё, чё, чё этот след остался? Нихера она прыгает, видал? Посмотреть на разбитая ваза. Зачем кому-то устраивать такой беспорядок? Ну, чтобы, я не знаю, тебя там немного, чтобы ты сканула. Всё же логично. Это какая-то угроза, походу. Так, ну и чё тут? Давай, почитаем. У меня есть информация, способная помочь вам с Бессом. Встретимся в саду после полуночи. Это по-любому каратыш тот, который в мешковине ходит. Он же говорил, что я могу вам помочь, что вам только стоит не доверять, и всё. Вот, сучонок, какой хитрый. Так. Это должно продержаться, по крайней мере, в течение визита леди. От мира нет никаких вестей. Возможно, она так и не нашла способ помочь нам с Эленой. Мы исправимся, мэр. Надеюсь, ты прав. Армия лорда Гленмора может спасти нас от краха. Но Элена всё ещё должна дать согласие на брак. Милорд? Вы можете напомнить леди Элене, что по происхождению вы всё-таки очень даже... ...мужчина? Я имею в виду... В смысле? Конечно же, я мужчина. А вот что за приволк? Нет, конечно, нет, я лишь хотел... Довольно, мейстер. Просто помни, что она ждёт от тебя доброты. Позволь мне с этим разобраться, самому товарищ, достало ты уже. Ты прав, прости. Не лезь, тела-то любовный, старушка. Милорд, она здесь. Ну, давай, щас. Ах, ха-ха-ха-ха, снимем дочь лорда. Возьмём её армию и убьём всех. Родрик? Ну, ты чё, такое пришло, застенчивая. Надо быть добрее, всё запомнили. Ну, ничего, такая. Я думаю, будет страшно. Э-э-э... рад тебя видеть где же мои манеры я тоже рада видеть тебя ну давай прошу короче все четко делаем по схеме там венцо кинцо а дальше уже все станет ясно ну вот мы здесь ты прекрасно выглядишь копа 1 короче поехали на кс ты видишь прекрасно как и всегда элина благодарю я отправилась так только услышала что ты жив отец предлагал мне подождать но не верится что уже два года прошли пир на имени на моего брата мы танцевали до рассвета но теперь ваш дом готовится к похоронам а ты скажи по правде родри кто-то как-то на самом деле и пожалуйста будь честен со мной все в порядке возможно я плохо выгляжу но это все еще я уверена что так будет хуже я слишком хорошо тебя знаю так много изменилось тех пор как мы были детьми играли в прятки в роще тебя было очень просто найти ты всегда пряталась за одним тем же деревом а может мне хотелось чтобы ты нашел меня а все и даже если нет ничего она сама уже готова просто она прям лезет по ней прямо но родрик я должна у тебя спросить кое что когда я прибыл в железный холм сегодня хоре было полно солдат солдат white hill они говорили ужасные вещи white hill и ваши заклятые враги родрик зачем они здесь они здесь не задерживаются это не ответ сука нет подожди не верите назад дайте а год он ложу я не хочу врать тебе родрик я всегда с нетерпением ждала нашей свадьбы но в свете того что случилось с твоей семьей мой отец сомневается что нам стоит обручаться и я была склонна согласиться с ним пока не получил любопытное письмо от маргаре тиррелл о чем-то леди маргаре предлагает мягко говоря нам пожениться и как ты можешь себе представить предложение будущей королевы трудно игнорировать не знаешь зачем леди маргаре писать мне подобное а у маргаре мог быть свои причины сейчас главное от себя вообще подозрение отбросить ты считаешь меня наивной я не знаю зачем тебе это но я чувствую себя куклой дом вроде моего не может отказаться от предложения маргаре тиррелл меня вынуждает выйти за тебя роды ты действительно хочешь и ты бы сделать ради меня а нет ты вольна выбирать тихо мы должны быть добры 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 но в то время настойчивы спасибо тебе я боялась что не отступишься но я похоже забочу тебя больше всего давай будем вместе родрик отлично глубочайше извинения милорд я пытался остановить его так значит слухи не врут пришел вы не имеете права вот так а это ли не или не гленмар ты до сих пор не связала себя с этой жалкой семейкой наши дома объединяться это так и мы гордо встанем возле них могу ли я изменить твое мнение могла выбрать что-то получше этого калеки машин гриф проваливай сейчас же какой грубее твоя мать вот кто меня сюда пригласил это неправда я отправила ворона лорду вайтхилл насчет разрешения риона посетить но я и представить не могла что он вот так заявится она практически умоляла меня приехать конечно я бы хотел того же на ее месте так надо припугнуть его если ты хоть пальцем тронешь риона избавь меня от угроз родрик он в порядке я всего лишь хочу убедиться что вы знаете свое место лорд рамзи приказал вашей семье подчиняться моим солдатам пока мой сын гриф не прибудет из харин холла и вот я слышу что ты или ты или тут раскомандовался и это вынуждает меня поставить под сомнение ваше повиновение лод хватит об этом пошел к черту у вайтхилл пекло твоих солдат и тебя рудрик пожалуйста смотрите вот об этой заносчивости я и говорил что ж вот что я думаю мы могли бы начать все заново ты и я твой брат итан обозвал меня трусом но ведь ты его полная противоположность да так что если ходишь у ветерина на похоронах покажи леди элени как ты уважаешь старших преклонись и поцелуй мое блестящее кольцо дайте мне ответ по яйцам мудать просто сделай это родрик пошел нахер я не стану целовать твое кольцо поступай как знаешь хорошо я передам риона что ты не желаешь его видеть нет пожалуйста из-за твоей непокорности я заберу то что давно должно было стать моим остальную половину рощи железных стволов вы не смеете я знаю что скал рамзи но сейчас говорю я с этого дня я буду варить железные стволы так где мать его пожелаю вы выступаете против болтонов я знаю руси болтона всю жизнь пока он получает свои жизнь железное ствол ему будет наплевать что ж я взял то зачем пришел оставляю вас и ваши дела кстати у моих людей есть для тебя прозвище родрик разоренный ну не так ли сука говно какое ты посмотри собирается все усложнить для нас обоих да я рада что ты не дал ему унизить себя еще об нихерасе черт поставил свою гордость выше семьи нам нельзя проивать слабость женщина это была незначительная жертва ну ты что ты какая давай у тебя сын будет членососом какого тупыря жирного посмотрю а потом на тебя ману милорд вы в порядке 7 мать его пекла хорошая фраза будет походил под завершение данного вставления любовь и хастилити достижений куча больше меньше кнопок нажимаешь тем достижению вылазить у а ему уже шубу дали ворона тяжещ не посвятили чувак нельзя драться с другими новичками эти люди нужны чтобы прикрывать тебя здесь достаточно тех кто бы разбил бить мне пришлось я не мог прозвольте просто так толкнуть меня теряйся с каждым задержанным замки тебе больше не будет чем заняться ангар и агар и спал и рассказал мне тебе похоже думает что с тобой мог быть проблемы у него на меня зуб и был оруженосцем он видит в тебе потенциал о тот самый белый меч он сказал ты сражался за север с форестерами ты был там в близнецах до сих пор не понимаю 3000 человек и никто не смог спасти моего брата почему никто не дал отпуск на нас устроили засаду этого никто не ожидал мы выпили и шутили и вдруг и набросились на нас трусы не могли по-мужски противостоять робу поэтому воткнули его нож даже умереть ему не дали благородно рог был хорошим твой брат завоевал северу свободу и пусть куда он был в этом хорошем из куда он был хорош во всем теперь фрей управляют ривераном оболтаны хранители севера после того что они сделали они убили мою семью я должен был быть то я по-прежнему думаю что смог бы что-то изменить будь я там но я бы побег погиб как и все остальные как бы там ни было мое место здесь с ночным дозором это походу та самая свадьба на которые должна была на которой было свадьба а потом короче убили беременную королеву севера и короля север и мать короля север и там короче шеи поезды по поводу штуки 3 кровища христала та самая свадьба где должна была быть страшная дочь короче в итоге казалось не страшная дочь все рот должно было быть тихо мируainted а здесь найдутся те кто возненавидит тебя. Южане будут называть тебя предателем. Северяне же назовут тебя трусом. Другие будут ненавидеть тебя без причины. Они возненавидят тебя в любом случае. С этим ты ничего не поделаешь. Поверь мне, я знаю. Да насрать. Пусть кто хотят, то и думают. Игнорировать их будет не так просто, как ты думаешь. Большинство этих мужчин преступники и вынудили одеться в черное. Ты была наруженостом знатного долга. Что случилось сегодня с тобой, происходило со мной постоянно. Здесь я понял, что нет ничего важнее, чем братья, которым ты можешь доверять. А где тот стек-то? Тот великий. Который веселый. Который с одичаловыми бабами практически тоже икшился. Как его зовут, не помню. Кругловицый толстячок веселый. А мне прям нравился. Он защищал бабу беременную. Точнее, с ребенком. И я почувствовал то же самое, когда впервые я увидел это. Я слышал, что ты хочешь быть разведчиком. Зачем? Почему риски твои жизни? Потому что зима близко. Я хочу сражаться. У тебя еще будет возможность, не волнуйся. Не многие новобранцы хотят быть разведчиками. Большинство предпочтут остаться здесь, потому что они думают, что здесь хорошо и безопасно. Однако манс-налетчик ведет в стене строя сотни тысяч одичалов. Я видел их своими глазами. Сейчас среди нас есть убийцы, воры, насильники. Большинство из них тебе не понравится, как и ты. Но отныне они твои братья. Сможешь ли ты спать с ними? Вместе. И можешь ли ты закрыть глаза на их различия? А я останусь с ними боком. Рад это слышать. Замерз, что ли? Сын, вот ты чего? Я бы сказал, что ты привыкнешь к холоду. Но это не так. Пошли. Лучше быть возле теплого костра, если не хочешь кончить, как Беспалый. В смысле, как кончил Беспалый? Да, очень хоро, очень любопытный вопрос, как так кончил Беспалый, что у него два пальца кончились. Эх, шутка, юмор. Сортирный, черный, глупый. Фух, гадость какая. Ну и ладно. Опачки. В полночь пришла. Мы про тебя и забыли, мать. Это по-любому этот пастушенок, как тупый, мелкий. Я здесь. А где же ты? Так, окей, пойдем. Тихо, 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 крадемся вообще потихой. Где? Твою мать, сейчас как дам тебе, слышь? Свертуханечку давай, подготавливайся. Ооо, твороны, твою мать, чё, где это ты? Кто меня звал-то? Вон он! Сука! Это пес, который стоял, охранял дверь, когда мы с этим... Как он там, с тем, который... Эээ... Эй! Глухой, что я не понял. Который говорил, миледи? Ой-ой-ой! Ну и что ты тут забыла? Ааа... А, направляюсь домой. Я просто ходила домой в мою комнату. Это немного поздновато для прогулок. Скажи мне, что означают эти доспехи? Значит, вы служите Ланнистерам. Лучше-ка тебе сейчас же вернуться в свою комнату. Прямо сейчас. Если ты не любишь это, ты можешь перейти его с командой. Прожду позвон... Как я могу переведить вас? Нет, я могу перевести вас. Ты меня слышишь? Вольно, Лукан. Это дама со мной. Да, сир. И домой. Приятного вам вечера. Домой, мудила. Ну, надеюсь, он не сильно докучал вам, миледи. Меня зовут Дэмиан. Благодарю вас за помощь. Спасибо, Дэмиан. Не стоит благодарности. Вы получили мою записку? Так это были вы. Я рад, что вам удалось добраться сюда. Это вы обврашивали мою комнату? Что вы хотели найти? Ничего, Леди Мира. Я лишь оставил вам послание. А зачем вазу разбил? Че ты на меня смотришь? Не смотри на меня. Услышал, похоже. Сочувствую, Ленира. Но вы нажили себе не тех врагов. Че ты имеешь ввиду? Если хотите, я могу сделать это быстро. Не хотелось бы видеть. Сука, ты че делаешь-то? Алло! Ах, ты паскуда! ВСД, чтобы двигаться. Быстрее, 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 быстрее. Дай ему ведром. Ведром, ведром. На, сука! Опачки. Доставь ты меня в покое, паск... Тварь! Глаз! Глазом во второй глаз. Давай еще. Отпустите ее. Во! Отлично, пастушенок. Надо спасать как-то его. Давай, вали его, че. Ну, где мышка-то моя? Я его сейчас засуну. Напасть! Сука! Ишь ты! Мы своих беде не бросаем! Убежать! Он бы за разом и пришел, падла. Это ты? Что произошло? Что это было? Он сказал, я наржал о себе и не тех врагов. Значит, кто-то послал его за вами? Что ты тут делаешь? Ну, я услышал крики. Вы сделали то, что следовало, Леди Миро. У вас не было выбора. Не нужно вернуться, меня могли увидеть. Я позабочусь о нем. Я знаю пару мест с блошином концов. И его тело никогда не найдут. Эээ... Удачи. И будь осторожен. Спасибо. А ты с ножом осталась, да? Молодец! Все в порядке, сэр? О, сейчас я спалюсь. Дэмиан! Где ты? Беги! Ты что остановилась-то? Ну да, конечно. Надо было воткнуть ему обратно и этому пастушку отдать. Выкинь его нахер. Там еще отпечатки пальцев не могут определять. Вот это он сучись, сын. Ты смотри, я думал, он там типа тыры-пыры, все дела. А это его наняли, короче, те жополизы, короче, которые приходили продавать. Черти, а? Вот черти. Так, а этого младшего самого не прислали. Мы же обосрали этого Уайтхилла. Что здесь делает Грин-Вайтхилл? Понятия не имею. Здравствуй, Родрик. Сир Ройланд. Мы давно не виделись. Да, в последний раз, когда я тебя там видел, ты и Эшер чуть не разожгли войну. Твой отец хотел убить Эшера из-за вашего романа, помнишь? Это был давно. Мы можем поговорить? Малери, Милель? Родрик, я приехала, потому что знаю, как трудно было твоей семье последние. Мне жаль, Родрик. Твой брат этого не заслужил. Никто этого не заслужил. Несмотря на то, что мой отец держит Реона в заложниках, вы заслуживаете хоть каких-то вестей о нем. Так, ты что за новость-то? Да, он в порядке. Несчастлив, но... Знаешь, что вершине твоему брату ничего не грозит. Я присматриваюсь за ним, но... Чё? Как-то раз он напугал меня своими глазами. Он спросил, правда ли, что Лорд Форестер умер, потому что был трусом. Как сказал Реону, мой... Отец. Он был вором и изменником. Помоги брату. Не позволяй ему верить в росказни твоего отца. Я делаю всё, что могу, но ведь он всего лишь ребёнок. Ему кажется, что про него все забыли. Он ждёт, что семья спасёт его, но мой отец говорит ему, что этого никогда не случится. А я верну его. Я верну его. Скоро он воссоединится с семьёй. Передай ему это. Конечно. Но если ты хочешь вернуть Реона домой, война должна прекратиться. И ты это знаешь. Ох ты ж сучка, ты посмотри, она купленная падла, пришла специально так сделать. Рада видеть тебя, Талия. Надеюсь, я могу рассчитывать на ваше благоразумие. Пошла ты, слышь. Он её батя подослал, типа, давай к нему там ласково подойди, чтоб типа так и так. Я раскусил её в замысел. Скотина. Ишь, ты просто так от своего батя отказался и пошла помогать Форестерам. Ну, конечно. Он должен быть здесь. Здесь, со своей семьёй, но вместо этого они прислали её. Не волнуйся, она уже уходит. Ситуация повторяется. Я это вижу. Когда-то дом моего отца был могущественным, как и наш, но верность с Таргарином многого нам стоила. Все наши родственники полегли, а наши земли были разорены. У нас отняли всё. Я не могу смотреть, как эта судьба постигает нашу семью. Я этого не допущу. Тем более, скоро ещё эшет придёт. Вообще, вы начнётся мясо. Ты должен быть готов защищать нас, Родрик. Твоё тело изувеченного на дух твой должен быть крепок, словно железо. Ты должен сметать всех, кто встанет у тебя на пути. И если тебе придётся убить всех Уайтхиллов до последнего, даже младенцев, тебе придётся это сделать, несмотря ни на что. Я сделаю всё. Я убью всех, кто встанет у меня на пути и сделаю всё, что потребуется. Помни об этом. Ты должен быть готов ко всему. Пообещай мне. Я буду готов, мама. Мира, Эшер, даже Гарретт. Все они на нашей стороне. Мы сильны. Да. Пожалуй, это правда. Не хотите сказать пару слов, милорд? Сучка, ну смотри, на по ней же видно прям, что она что-то тут затеяла. Это нет, не то. Ни хер поверю ей, конечно. Ага, пришла такая, ёпте. Блин, такая святая прям. Надо было её тоже в заложники взять в обратку. Отец. Он был для меня всем. Я хотел стать таким, как он. Он показал мне, каково это быть лордом. Он был человеком чести. Человека лучше я не знал. И мне жаль. Я люблю тебя, отец. Итан. Мой младший брат. Он спас Талию. Он дал отпор Рамзи Сноу. Чтобы спасти жизнь нашей сестры, он пожалствовал собственной. Он был юн. Мы отдаём почести лорду Грегору Форестеру, моему мужу, любви всей моей жизни. И нашему лорду Итану, моему мальчику. Мой младший мальчик. Но настало время попрощаться. Отец с сыном вернулись во льда. И с их жертвы начнётся новая жизнь. Чё она им положила? Железный изо льда! Железный изо льда! Чё она им положила? Хлебушек какой-то? Я по-любому буду поджигать. Какой зажигать-то? Чао младшего, потом старшего. Ты куда в костёр-то пошла, эй? Слышь? Последний из роты Таргаринов. Ты вродня, да? Сгоришь. Да, она песню пошла петь. Слышь! 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 hmm. Слышь! Слышь! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нет ничего хуже четвертого сына, желающего что-то доказать И так было плохо, когда к нам приставили солдат Мы не можем жить с ними под одной крышей Живо построились! Скоро вы дадите клятву И ты тоже, Татар! Пора доказать, что вы братья На что мы только не пойдем ради семьи? Иногда я не знаю, стоят ли того все эти жертвы Наслаждайся свадьбой! Когда мы дойдем до Мирена? Через пару дней, если завод и легион нас не догонит Нет! Я слышал, как стражники разговаривали о гвардейце Ланнистера Они допрашивают людей У нас есть повод для беспокойства? Че за херня? Хорош! Драконы, сука! Ха-ха-ха, драконы! Э-э-э! Я не понял! Товарищи толмачи, где перевод моих достижений-то? Столько ждали, столько ждали И они даже достижения не перевели Ну вообще! Я обиделся, короче Так, ладно, будем сами переводить Ты и 22% игроков Подделали, судя по всему, письмо Маджи Красавчик я Ты и 62% игроков Э-э-э И хера поцеловали Нихера не поцеловали кольцо Ты и 43% игроков Э-э-э Короче говоря Склеил эту бабу Ты и 95% игроков Э-э-э Че-то, короче Ну, короче, все нормально Не сдал, защитил этого чувака Который спер кинжал 3,92% игроков Убили нахер Убили, убили чувака Который был Бил того чувака другого Который был там В колодце И его пытались утопить Кхе-кхе-кхе Кхе-кхе-кхе Вот такие вот дела Будем ждать Не знаю Первый период Ой, первый период Первый эпизод мне понравился гораздо больше, чем этот Хотя бы тем, что Втащили просто Итану В конце В шею Это было очень внезапно И как-то вообще к этому не шло Здесь не было таких внезапных Каких-то поворотов Ну, если не считать Бухание во дворе двух баб Это было забавно Но не больше Первый эпизод был лучше Это чисто мое мнение Своё пишите в комментариях Ссылка на полы В описании под видео Подписывайтесь на канал На паблик На твиттер Комментируйте Ставьте лайки И всем до встречи В следующем эпизоде Ребятушки Всем пока Раньше здесь был мат Редактор субтитров А.Семкин